Вечерние размышления при наступлении шабата. На медне в сердце мысль возникла. Свернулась клубочком, лежит тихонько, вроде и не мешает никоим образом. Однако нет-нет, повернется, и то локтем двинет, то пяткой, а то и всей своей колючей спиной. Растревожит сердце, и весь организм покоя лишит. Откуда мысль? Да от Христа, конечно. Он ведь единственный во всем мире думать побуждает, мысли присылает. Где Христа нет, там и мысли нет, а там эволюция, простая биология. Такой ходящий пищеварительный тракт. Ему завсегда нужно сырье, в челюстях жевать, в желудке варить и добро превращать в навоз. А что в челюсти попадает, неважно, свинья или курица, или сосед, не имеет значения. Отсюда столько жутких страхов и ненависти. Все хотят сожрать всех и спешат оказаться первыми. Сожрать их, пока они не сожрали нас. Такая страсть называется смыслом жизни. Хотя на самом деле это смысл смерти. Но поскольку мыслей у желудка нет, то нет и вопросов. А от Христа все беспокоится. Кто я? Что потом? Зачем все это? Желудок говорит, не заморачивайся. Ты всего лишь пыль, которую перемалывает, жует, превращает в прах и выплевывает. Космос, этот огромный бесчувственный монстр. И вроде возразить нечего. Так ведь и есть. Я заглядывал в крематорий, на кладбищах бывал, видел эту продукцию. Прах. Что собака сдохла, что человек. Одно слово. Мертвичина. Тлен. Да и ладно, сказал бы я себе. Живи, не трепыхайся. Будь как все. Но вот мысль покоя не дает. А Христос? А он-то не остался в могиле? Воскрес. И рассказал про небесное царство. Если он прав, тогда человек вовсе не пищеперерабатывающий комбинат. Человек – существо духовное. Пища – это как дрова в печке. Обогреть жилище. Комфорт для тела создать. Чтобы душе было приятно. А вот душа – божественная тайна. Образ и подобие Божье. И что сказать? Вроде фантазии. Никто душу не видел. Никто не бывал в небесном царстве. Но и дух. Душа восторгается при разговоре о царстве небесном. Скажешь, Христос воскрес. И в раз, как будто свет тьму расторгает. Бесы в ужасе. Начинается паника. И святые улыбаются. Радость возникает. И в ответ слышно – воистину воскрес. И что интересно? Совершается тайна. Вдруг над желудком возвышается нечто. Истинно дух. Душа, которая испытывает восторг от мысли о вечной жизни, о доме отчим, о царстве мира, о любви. И возникает разговор с Отцом Небесным. Молитва. Небо распахивается. Благодать несказанно изливается прямо в сердце. Тьма рассеивается. Смерть отступает. Исчезает. Расцветает душа. Наполняется радостью. Жизнь явилась. И приходит понимание. Без Христа нет жизни. Со Христом смерть исчезает. Является жизнь. Ибо жизнь явилась. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Чтобы радость ваша была совершенна. Я тихонько подошел к апостольскому общению. Посмотрел, послушал, присоединился. И счастье святой жизни заполнило сердце мое. И наступил шалом. Слава Иисусу Христу. Давайте, друзья мои, присоединяйтесь. Шаббат шалом. Шаббат шалом.